Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня снова продолжаем разговаривать о заготовке своих семян с томатов. И, конечно, говоря о заготовке своих семян, хоть это и просто, но все равно придется потратить время. И зачем мы тратим это время? Возимся. Конечно, для того, чтобы... Вот, например, смотрите, свои семена это гарантия получения именно того сорта, который вам понравился, который дал хороший результат. Вы вот попробовали его, посадили, дал хороший результат. С него нужно обязательно брать семена. Свои семена это, конечно, самая здоровая, самая крепкая рассада, которая не болеет, которая хорошо приживается. И свои семена это почти всегда стопроцентная всхожесть. Но если не стопроцентная, то близко к этому. Я не буду повторять, с каких томатов брать семена, как я вот выбирала отсюда семянки эти. Все это есть в предыдущих видео. Ссылки к этому видео я вам дам... Ну, дам... В описании к этому видео я дам ссылки на предыдущие видео. Если вы первые видео не смотрели, посмотрите. Мы сейчас уже будем промывать семена после ферментации, то есть сбраживания. И я расскажу, почему именно делаю я через сбраживание. Потому что... Ну, вот зачем сбраживать? Ведь это так просто. Можно просто выпустить и засушить семена. Да, многие так делают. Это, конечно, экономит время. Но метод сбраживания, он более естественный, приближен к природным условиям. То есть мы делаем все, как в природе. Семена. Вот как бы тут... Ну, как процесс гниения, брожения, что ли, вот этот происходит. Это, во-первых... Вы все знаете, что помидорка спелая, если, например, упала на землю, томат сгниет, перезимует, и на будущий год он вырастет. И вот этот самосев получается самая здоровая, самая неприхотливая, вот такая выносливая рассада. И мы вот это делаем, имитацию вот этого природного цикла томата. То есть она вот тут сбраживает у меня. Ну и, конечно, это ферментация. Но я буду называть или ферментация, или сбраживание, это все равно. Некоторые называют заквашивание. Некоторые... Ну, тут хоть как назови. Это вот выпущенные семена с томатным соком, когда стоят день-два, это называется сбраживание. Конечно, это своеобразное обеззараживание вот этого нашего семенного материала. Из таких семян получаются самые здоровые и крепкие томаты. Именно вот эта плесень, сейчас покажу вам, которая вот здесь наверху начинает образовываться, это природный антибиотик, в котором они немножко как бы... Ну, считается, что это хорошо, это полезно. Не будем углубляться вот в эти научные объяснения. Я делаю всегда так. И смотрите, большая разница, какой был стаканчик первоначально с семенами и какой сейчас. Я специально фото к этому видео выставила то, когда я только выпустила. И вы увидите, что они равномерно все распределены, как бы по всей вот этой... Сейчас ложку возьму. Они были равномерно распределены, а теперь вы видите, что вверху семян нет. Это значит, они опали. Все, процесс ферментации завершен. Они сбродили и упали туда вот. Подождите, что-то случилось с камерой. Вот, они... Да что такое? Не хочет. Близко не хочет. Все, ладно. Они упали все вот туда, видите, дружно. Это значит, что семена готовы. Теперь начнем, начну все вот рассказывать очень-очень подробно, потому что выпустить семена, это не проблема. Главное вот этот процесс сбраживания, не упустить момент. Вот когда я выпускаю семена, вот эти вот сюда, я стараюсь, чтобы было побольше томатного сока. Многие в прошлом году и в позапрошлом жаловались, что томат не систый, сока почти нет, но сок вы должны туда каким-то образом запустить. Конечно, можно разбавить и водой, но именно вот этот кислый сок томатный, он и есть вот этот, он и дает, содержит вот эту природную растительную кислоту, которая нам нужна, которая избраживает, которая и обеззараживает. В воде-то они полежат, будет совсем не то действие. Я вот вам советую, вот, конечно, со скороспелок у нас сока больше дается, а если будете мясистые такие, позднеспелые, там может вам сока и не хватить. Но как-то этот же разрезанный томат ломтиками подержите на тарелке, он все равно сока даст, и потом сюда слейте, долейте. И нужно, чтобы все семена были закрыты вот этим соком, мезгой, чтобы они плавали там, чтобы они не были, как, не кашеобразные, а именно, чтобы им там было жиденько. Вот эта среда для сбраживания, она должна, вы должны ее обеспечивать. И самое главное, время сбраживания. Когда, как не упустить тот момент, когда вы увидите, что они уже все готовы. Это все зависит и от фазы зрелости, и от температуры помещения, где вы этим занимаетесь. Вот смотрите, если температура высокая, то время сокращается. Есть разница, или у вас 19-20 градусов, ну и стоит погода, и в доме, например, или у вас жара под 30. Ясно, что когда высокая температура, они сбраживают моментально, потому что температура катализатор всех реакций, я вам уже говорила. Возможно, даже вы утром сделаете, и на следующее утро уже все нужно срочно промывать. Главное не упустить. Хотя вот эта вот плесень, которая появляется, это и полезный антибиотик, но в этой плесени долго держать нельзя. Семена могут прорасти, нужно не упустить момент. Я вот уже знаю все эти нюансы, и я могу даже притормозить реакцию с помощью этой же температуры. Вот мне нужно было вчера этого подкидыша уже промывать. Он уже начал опадать, и почти все семена, ну уже были на низу, и все. Что делать? На улице жарко, тепло. А мы к нам, внук приехал, он именинник, мы его возили на озеро учить ловить рыбу. И мне некогда было промывать, с ним тут бесполезно что-то делать, он не дает вообще ничего делать, тянет. Короче, все может все уронить. Я сделала так, я взяла этот стаканчик, поставила в холодильник. Все, реакция моментально прекратила изображение. И я как бы остановила этот весь стакан на том этапе, вот как день назад. Вот как он был день назад, он так и остался. Как бы законсервировала. Вот это можно сделать в том случае, когда вот форс-мажор. Вот семена уже поспели, нужно промывать, а это же делать нужно тщательно, это на ходу ничего не сделаешь. И можно затормозить понижением температуры. Вот это нужно знать, это очень важно. И вот этот процесс созревания, так как он у всех разный, вот этот процесс ферментации, в холоде он идет медленно-медленно. Они могут вот так вот, в таком виде законсервированные, но только не опавшие, а вот по всей длине. Ну как и вверху везде, ну не созревшие, могут стоять и день, и два, и три. И вот примерно по температурным режимам, если у вас 25 градусов, то достаточно два дня. Обычно на второй день уже можно промывать. А если 19-20, то некоторые держат и 5, и 7 дней. И тут вы должны научиться не упустить момент и увидеть. Если у вас холодно, и вы видите, что они не опадают, но вот как были вверху и внизу, вот фото посмотрите, они все равномерные, фото на видео будет. И они не шевелятся, вот видите, сейчас они шевелятся, только их шевельнешь, и они как бы там, как живые. У них все равно этот процесс, вот сейчас я тепло выставила, начался. Вы не бойтесь, они могут и простоять и 4 дня. Но опять же, если у вас тепло, то 4 дня их нельзя держать. Вот тут вы должны вот эту тонкую грань научиться определять. Появилась плесень на поверхности. Начали они, как листья осенние, начали падать. Она вот, одна упадет сверху, вторая упадет, третья упадет. Видите, что падеж начался, падают вот эти семена сверху вниз. Значит, можно их мыть. Все. Это очень важно. А вообще, если схематично, если очень коротко, вот кто хочет очень коротко, все это так. Я сейчас переливаю в баночку, доливаю сюда холодной воды, размешаю. Солью вот эту всю, наверху, видите, тут у нас... Сейчас, подождите. Наверху тут у нас вот и вот эта вот мезга, тут и от шкурочек маленько. Всю эту вот муть солью. И когда она останется, сейчас все покажу с более чистой водой, просто откидываю на сито, вот такое у меня сито вот. И потом на газетку. Сейчас мы быстро все это сделаем. Наливаю воды, помещаю туда все мои семена. Так, еще не все. Я их вот так вот мешаю, мешаю. Но вы понимаете, чтобы весь соль отделился, семена сейчас у меня будут на дне, а соль будет наверху. Видите, вот семена упали на дно, а соль весь всплыл. И тут же всплывают, видите, маленькие, тут есть крошечные семена, те, которые недозрелые и пустотелые, они обычно тоже вверху. Вот у нас сверху теперь вот эта вот вся муть. Тут и есть меленькие семена. Сейчас я ее быстро всю солью. Вот в таком виде, залив снова чистой водой, тут уже у меня видно все, я сейчас вот эту воду откину на сито. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Сброженные семена промываются очень легко и очень быстро И я их мою, ну как вы видели, там прям несколько буквально минут До такого состояния, чтобы все они были вот такие однородные, отборные получаются семена Все они крупные, вся мелочь, которая всплыла, она ушла с первой грязной водой И мне остается теперь только на газетку я ее раз, все откидываю Так распределю Вот еще вот один вот этот красный кусочек попался, нужно было промыть Пока не уйдут все вот эти вот кусочки мяса томатного Но я сейчас просто, чтобы вас долго не задерживать, сделала так Смотрите, откидывает кто куда Есть на целлофановые, просто как мешочки откидывают Есть на тарелки откидывают Я откидываю на бумагу, ну просто мне так кажется удобнее Видите, вся лишняя влага сразу раз и впиталась в бумагу Если хотите ускорить процесс, можно вот эти семена, которые уже полу Ну как, которые отдали лишнюю влагу Можно еще раз откинуть на сухую газету Они вообще высохнут очень быстро Еще важно про сушку Вот смотрите, когда вы откинули Вы видите, семена должны быть чистые, однородные Все светло-бежевого цвета Откинули И тут опять время сушки, конечно, зависит от вашей температуры Потому что чем жарче температура, тем быстрее сохнет Если вот как у меня 30 градусов Я сейчас выставлю в придомовую теплицу Сверху накрою тряпочкой Чтобы кошки, чтобы там птички не рассыпали все Она у меня сушится Через два дня они будут вот хрустящие, сухие Если у вас нет такой высокой температуры Конечно, сушить можно и 4, и 7 дней После сушки семена у нас должны быть вот такие вот Хорошо разделяющиеся, сыпучие Вот это подкидыш у меня от 12 июля Тот, который я промывала А вот этот от 8 июля Первая партия, я вот уже делала семена Видите они какие? Они все разделяются Если бы не было процесса ферментации То вот эта вот оболочка Ну, плацента Она бы высохла на этом семечке И они бы все слепились друг с другом Их очень сложно потом отделять Именно поэтому многие, кто делает много семян Обязательно проходит вот этот процесс ферментации Потому что эта плацента в этом процессе Немного как бы растворяется И когда при сушке, они сыпучие Они хорошо разделяемые Потом с ними легко работать И конечно, если вы будете делать для себя Вы потом при посеве отберете из этих Которые и так уже все хорошие Вы берете самые крупные Самые отборные Плацента, это конечно, она считается как еще одной защитной оболочкой Но если мы плаценту сохраняем Ферментацию не делаем То это вот дополнительная защита на семечки Она потом при посеве Она все-таки немного замедляет схожесть И ростку не всегда легко пробиться Сквозь эту вот засушенную плаценту В природе у семян плацента Вот это никогда не сохраняется Она все-таки как-то при гниении Немного растворяется И поэтому вот при сбраживании Для меня это считается самый лучший вариант Некоторые просто Еще раз повторяю Выпускают и засушивают Можно и так сделать Все Сушка Как вы понимаете Вы просто определяете визуально Все, я потом просто складываю Вот в такие вот мешочки С зип-замком Все Кто-то складывает В конверты клеят специально бумажные И в процессе ферментации Ничего сложного нет Выпустили Поставили Сбродило Перемыли Главное Учитесь определять Вот этот вот Период сбраживания В зависимости от температуры Если холодно А стоят долго Если Вот у меня В позапрошлом году Была такая холодная осень И последние семена Верите, нет Они по неделе стояли Но не хотели сбраживаться Они стоят и стоят Как свежий там Родный сок Ну и тогда Или ждать Или немного повышать температуру Где-то в теплое место Прям их ставить Чтобы они сбраживали Очень, конечно, хорошо Когда на улице жара И можно прям Поставить куда-то В теплое место Даже вот мне можно В теплицу Прикрыть какой-то тряпочкой Чтобы было не на солнцепёке Утром выпустили Мне кажется К вечеру Они могут даже быть готовы Но это смотрите Обычно я держу сутки Меньше суток Я не держу Чтобы проще было промывать Все, до свидания С вами была Ольга Чернова Это очень подробно Некоторые опять напишут Что так долго Что так нудно Во-первых Я для тех Рассказываю Кто ни разу этим не занимался Рассказываю Все подробно Чтобы они учли Все эти Нюансы Потому что От качества Наших нынешних Семян Как вот Как хорошо Как правильно Мы сделаем Зависит наш будущий урожай И тут-то я считаю Мелочей нет Вообще никаких нет мелочей И как промыть И как выпустить И с каких собрать Все это Очень важно И я думаю Тот кто хочет Научиться досконально Он может выбрать Время один раз Прослушать ролик Этого достаточно И он уже будет Все знать Потом я еще один Теоретический Ролик расскажу Про семена Потому что Очень много вопросов Что Если там Например Хилые жидкие томаты Если они росли в тени Если у них Мелкие плоды Не очень соответствуют Сортовым признакам Можно ли брать Про бурые Про зеленые Вот последнюю точку Поставим И вы будете знать Все о заготовке семян Все До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...